Монеты, велосипеды, исторические артефакты – все это со дна каналов рек Петербурга достают так называемые магнитные рыбаки. Их довольно часто можно увидеть на городских набережных и мостах. Есть и те, кто не теряя надежду и вооружившись металлоискателем, старинными картами и другим серьезным оборудованием выходит на поиски кладов под землей. Для одних это способ прикоснуться к истории, а для других – возможность обогатиться. Но насколько законно такое хобби, выяснял Дмитрий Будков. О, тут глубина-то вообще никакая. Но вот если посмотреть, ой, скользко, если посмотреть, вот так вот, по ощущению, как будто бы ничего нет, но скорее всего здесь будет какой-нибудь металл. Длинная веревка и магнит этим незатейливым устройством Валентин Фокин обследует каждый сантиметр дна озера. Сначала он ловил артефакты только для создания видеоконтента на ютубе, но позже это стало постоянным хобби. Я нашел монетку, которую мы очень долго искали в интернете, что это за монета. Нашли, и это монета пятого века до нашей эры. Ой, не пятого века, пятого года. То есть это период с девятого по пятый год до нашей эры. То есть каким образом в Санкт-Петербурге монетка лежала, причем то, что она медная, ее зацепило какой-то другой железякой. Из редких находок блогер Фокин однажды поднял со дна в районе набережной Грибоедова стрелянный снаряд 1900 года от скорострельной пушки Гочкиса. Иногда попадаются ножи, боевые патроны разного калибра, которые приходится сразу бросать обратно в воду, чтобы потом не было проблем с законом. Исторические артефакты и даже огнестрельное или холодное оружие, так называемые магнитные рыбаки, все это находят на дне канала Петербурга. А вот на окраинах города, в таких водоемах чаще всего встречается всяческий хлам, который выбрасывают местные отдыхающие. Чайник, который лежит здесь явно очень давно. Металлический хлам Фокин передает другу, который сдает его на чермет. Но даже среди такой груды мусора что-то может стать музейным экспонатом. Вот железные гвоздики, тоже выловлены из воды, это кованые гвоздики царского периода. Также еще немножко были украшения и от чернильницы царской. Этим уловом Константин Сычев пополнил свою домашнюю коллекцию предметов старины магнитной рыбалки. Он больше предпочитает поиски артефактов почвы с помощью металлоискателя и карт старинного Петербурга. В основном кладоискатель-любитель охотится на редкие монеты советского периода. Искать царские монеты тоже не рекомендуется, потому что им больше 100 лет. А советского периода можно искать в принципе все по закону, кроме кладов. Однако улов может оказаться не только историческим, но и криминальным. Так на реке Ижора в районе поселка Тельмана с помощью магнита мужчина вытянул сумку с гирей и останками ребенка, замотанными в проволоку. Следователи предполагают, что тело провело в воде около года. И вероятно, увлечение кладоискательством поможет раскрыть жестокое преступление. Кроме того, то, что лежит на дне, может представлять реальную угрозу самому кладоискателю, если на его магнитный крючок попадется боевая граната, артиллерийский снаряд или мина, как это случилось в 2019 году на Октябрьской набережной, когда молодой человек вытащил со дна невы что-то похожее на огромный болт. Постучал им аппарапет и в результате взрыва остался без кисти руки. Господи, истусь, я поберю. Одни ищут намеренно, другие обнаруживают случайно. Наверняка многие петербуржцы мечтали найти знаменитый клад семьи Нарышкиных. Вот только более 400 килограммов серебра высшей пробы случайно обнаружили гастарбайтеры из солнечного Таджикистана во время реставрации особняка. Попытались замаскировать клад под мусор и вывезти со стройплощадки, но их разоблачили. Ну здесь мы видим по сюжету хоровод русский, на ветвях дуба сидят детишки. А этот петербуржец хочет выручить 9 миллионов рублей за случайно обнаруженный подлинник картины Репина «Белорус», о чем заявляют на сайте частных объявлений. По телефону он рассказал, мол, художество скоро повезет на экспертизу, нашел полотно в доме приятеля криминального авторитета. Да и сам в качестве обвиняемого проходит по делу банды налетчиков, которая совершила 15 разбоев на ювелирные магазины в нескольких городах. Приобретая такой предмет искусства, говорят специалисты, важно быть на 100% уверенным, что покупаешь. Поэтому сначала надо заручиться мнением экспертов. А еще лучше отвести картину на технологическое исследование. Вдруг под слоями краски не эскиз автора, а копийная сетка фальсификатора. Всегда важно обратить внимание на место подписи. Подпись чаще всего, но не всегда, в оригиналах нанесена по сырому красочному условию. Что это значит? Это значит, что одновременно с живописью. Затерянная золотая заклепка у Большоохтинского моста весом больше килограмма клад под зданием биржи. И эти и другие мифы, легенды вселяют надежду найти заветный клад. И вооружившись металлоискателем или веревкой с магнитом, на конце некоторые люди вновь выходят на поиски. Вот только не стоит забывать, что в случае удачи надо поделиться с государством частью клада. Иначе придется отдать все. Еще и ответить по статье Уголовного кодекса. Дмитрий Бутков, Анастасия Бальчева, Руслан Баширов. Известие специально для телеканала 78.